Показ новой картины под названием «Сноуден» знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна был организован для Одинцовских жителей в кинозале «Барвихи». Вечерний киносеанс собрал не только поклонников шпионских историй, но и авторов киноленты. Российский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Эдварда Сноудена в России, написал о своем подопечном книгу «Время спрута», которая легла в основу сценария. Чего вы ждете от сегодняшнего кинопросмотра? Ну, безусловно, хочется увидеть побольше реальных событий. И появление самого Сноудена. Безусловно, появление самого Сноудена. Сегодня мы в этом вечере уже увидели его адвоката Анатолию Кучерену, сделали с ним одну фотографию прекрасную. Так что, конечно, хочется увидеть интересное кино с реальными событиями. Прежде всего, интересного фильма, захватывающего сценария. Ну, может быть, каких-либо сюжета и каких-либо интересных подробностей о Сноудене. Как и сама история агента нацбезопасности США Эдварда Сноудена, процесс создания фильма походил на детектив. Оливер Стоун и Анатолий Кучерена во время работы над сценарием встречались тайком. Исполнитель главной роли Джозеф Гордон Левитт приезжал к Эдварду в Россию. Мимика, жесты, походка. Киногерой стал настолько похожим на своего прототипа, что в финале сложно уловить различия между актером и настоящим Сноуденом. Подробности самого громкого разоблачения спецслужб США, несмотря на художественные очертания, воспринимаются весьма реалистично. Когда я первый раз увидел Джозефа Гордона Левита, я посмотрел на него с разных сторон, поскольку он ко мне в гости приезжал. И я подумал, да, поскольку я хорошо знаю Эдварда Сноудена, я подумал, ну, неужели этот человек сможет, вроде бы что-то есть общее, а вроде бы ничего нет общего. Потому что этот более худенький, более щупленький. И когда я стал с Джозефом общаться, мы там обедали вместе, ужинали вместе, и я подумал, что, наверное, он справится. Новая работа Оливера Стоуна дополнена новостной хроникой реальных событий, сказывается многолетний опыт мастера в документалистике. И все же Сноуден – это не просто история о гениальном программисте, который, поправ законы своей страны, сделал выбор в пользу правды. Это еще история любви. Жизнь спецагента сложно представить без эффектной красотки. Роль возлюбленной Эдварда исполнила Шейлин Вудли. Американская актриса сыграла свою соотечественницу Линдси Миллс, которая вместе с Эдвардом с недавних пор проживает в России. Мы со сценарием работали где-то около года. Восемь раз где-то Оливер Стоун приезжал ко мне в гости. И я очень благодарен Оливеру, что все те замечания, которые я давал, эти замечания учтены были в сценарии. По сюжету, герой фильма, спасаясь от расправы в Америке, летит в Гонконг, а затем в Россию. Именно здесь, находясь в транзитной зоне, он узнает, что его американский паспорт аннулирован, а значит, побег в Латинскую Америку отменяется. Такое стечение обстоятельств реального героя не сильно расстроило, как, впрочем, и тот факт, что подробности его биографии вышли на большой экран. В своих интервью американец не раз повторял принцип, разглашенный Нюрнбергским трибуналом. Граждане могут нарушить внутренние законы своей страны, чтобы предотвратить преступления против мира и человечности. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.